Глубокоуважаемая Адель Фёдоровна, глубокоуважаемые коллеги, позвольте прежде всего поприветствовать вас. И мы действительно искренне рады видеть вас. Безусловно, актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку, пожалуй, если мы говорим о лечении рака молочной железы, как изменились цитотоксические подходы к лечению больных данной локализации, то, начиная с 60-х годов, каждое десятилетие, может быть так или иначе связано с теми или иными цитостатиками. Будь то касается метод рексата, 5-фторурацила, цисплатина, препаратов таксанового ряда. И можно называть достаточно долго. Но самое главное, что все-таки цитостатики по-прежнему остаются основной опцией практически для всех больных рака молочной железы, независимо от биологического потипа, на том или ином этапе жизни больного. И самое важное, то, что основная цель лечения больных метастатическим раком молочной железы, я не устаю это повторять, наши больные должны жить долго и должны жить качественно. Какие ресурсы мы для этого имеем? Пожалуй, у нас достаточно ярко такие рекомендации НССН, где мы четко видим возможности, они достаточно большие, учитывая все-таки то, что мы отошли от полихимиотерапии для лечения рака молочной железы. Мы все-таки стремимся к назначению моно, в монорежиме препаратов, поскольку, наверное, назначение двухкомпонентных режимов актуально только при наличии висцерального криза, когда надо за короткие сроки добиться результата, когда нам нужна скорая помощь, и мы должны приложить максимум усилия. Но мы ушли уже от трехкомпонентных режимов. И все-таки, если нет висцерального криза, мы предпочитаем монорежимы. Посмотрите, какой достаточно большой выбор препаратов у нас. Это антрациклинового ряда препаратов, токсаны, гемцитабин, винкоалкалоиды, циклофосфамид, который может применяться как внутривенно, так и в виде таблетированных препаратов. Препараты те же самые платины. Действительно, наверное, ни один пациент рака молочной железы не должен оставаться на том или ином этапе без лечения препаратами платины. Иксвобипилон. И далее все эти препараты являются так или иначе уникальными комбинаторными партнерами для таргетных препаратов, направленных на конкретную мишень. И поскольку мы понимаем, что антрациклины и токсаны – это значимая опция для лечения больных раком молочной железы, мы предпочитаем назначение данных препаратов, хотя абсолютной доказательной базой, которая бы сказала, что мы должны назначать только антрациклины в первой линии, у нас таких сравнительных исследований прямых нет. Но если говорить о капицитабине, почему я действительно всегда говорю об этом препарате? Потому что на заре 21 века это действительно удобный, таблетированный препарат, хорошо контролируемый. Да, у нас есть ладоноподошвенный синдром, плапальтарно-палимарная дезестезия, да, есть диарея, но не у всех пациентов, тем не менее мы должны об этом помнить. Да, препарат достаточно эффективен по сравнению с режимом ЦИМ-7Ф для пациентов старшей возрастной группы. Он удобен в комбинаторных режимах, и в том числе мы проводили данную работу, большое количество пациентов, достаточно большое по тем временам количество пациентов проследили. Когда сравнили с монорежимом препаратами платины, эффект был однозначен как в отношении продолжительности жизни, так и в отношении достигаемых ответов. Препарат, тот же самый капицитабин, он хорошо комбинируется, в том числе и с оксибипилоном, и даже с бивоцезумабом. И сейчас изучается возможность комбинации, и по-прежнему не отходит от возможности назначения и GFR ингибиторами, в том числе для трижды негативного рака молочной железы, когда наблюдается экспрессия эпидермального фактора роста первого типа. Еще один препарат – гемцитабин. Но это препарат достаточно интересный, но он больше, конечно, все-таки работает, если мы говорим о раке молочной железы, в комбинации с цисплотином. И вот здесь увеличение доз максимальных или достаточно невысоких дозы позволяют эффективно контролировать болезнь, и результаты достаточно хорошие. Но мы говорим об эволюции. Да, у нас действительно токсаны являются предпочтительной опцией монохимиотерапии. Но есть пациенты, которые вообще не получали токсаны, или же есть препараты, которые изначально резистентны к антрациклиновым антибиотикам пациента рака молочной железы, или уже набрана доза антрациклинов. Мы помним, это 350 мг на метр квадратных у тех пациентов, у кого проводилась лучевая терапия на переднюю грудную стенку слева, и 550 мг в суммарная доза, если таковая лучевая терапия не проводилась. И токсаны действительно – это ингибиторы микротрубочек. И мы уже привыкли и доцитокселу, и поклитокселу. Но все-таки, если говорить об эволюции, действительно, на поклитоксел достоин внимания, поскольку это нано-дисперсный поклитоксел, стабилизированный альбумином. Особенность какая-то препарата, ну, пожалуй, что мы всегда, чего мы боимся этой резистентности. И у нас есть такой, такой вот, клетка защищается с помощью п-гликопротеиновой помпы. Она выплевывает из себя попадаемые препараты. Так вот, в том числе, если мы говорим об напоклитокселе, то именно благодаря альбумин, связывающий белку, благодаря высокой афинности к опухолевым клеткам, напоклитоксел проникает и преодолевает вот этот вот барьер, и не выплевывается опухолевой клеткой. Если говорить о доказательной базе, напоклитоксела сравнивать с классическим поклитокселом на основе полиэтилированного касторового масла при метастатическом раке молочной железы, то, естественно, этот дизайн ожидаем. Напоклитоксел вводился в дозе 260 мг на метр квадратный в течение 30 минут, один раз в три недели, без стандартной премедикации. Опоклитоксел же стандартной дозе 175 мг на метр квадратный в течение трех часов, это уже не надо повторять, безусловно, при медикации дексаметазоном, антигистаминными препаратами. И что мы получили? Вот на самом деле достаточно важно, что пациенты как первые, так и во второй линии мы видели увеличение объективного ответа, общего ответа. Но наиболее важно сейчас, наиболее важно, мы, конечно, должны контролировать болезнь, и основным контролем является время допрогрессирования заболевания. У больных, которые получали напоклитоксел статистически достоверное увеличение до 23 недель, те, кто пациенты не получали, соответственно, получавшие простой апоклитоксел, медиана времени допрогрессирования составила 17 недель. Но то, что в принципе важно, и основной критерий, о котором мы говорим, это увеличение общей выживаемости, оно достигалось у пациентов, которые получали в качестве двух и более линий предыдущей терапии, если у них вот назначался, именно им назначался напоклитоксел, у них мы получали снижение риска смерти на 27%. Так вот, если говорить об эффективности напоклитоксела, по сравнению со стандартным попоклитокселом, да, мы получили все три желаемые результата, и улучшили частоту общего ответа, и время допрогрессирования, и общую выживаемость по данным ретроспективного анализа. Еще одна достаточно интересная опция в отношении той популяции пациентов, это в том числе и достижение ответа после завершения адювантной терапии в течение шести месяцев или во время. Мы получали, соответственно, увеличение частоты объективного ответа практически в два раза. Применение напоклитоксела ассоциировано с увеличением интенсивности дозы попоклитоксела и лучшим исходом. И нежелательные явления третьей-четвертой степени в основном мы наблюдали в группе про просто попоклитоксела, а в отличие, и практически напоклитоксела достаточно хорошо переносился. Сенсорная нейропатия связана с применением напоклитоксела, она быстро исчезает. И, соответственно, с чего мы боимся, то, что, в принципе, ну, самое неприятное, действительно неприятное, это нейропатия третьей степени быстро проходила. Нежелательные явления, они были одинаковыми у пациентов младше и старше 60 лет в обеих группах и соответствовал профилю токсичности. И напоклитоксела обладает лучшим профилем безопасности с другими токсанами. Да, вот выводы, они все, в принципе, уже были мной оглашены ранее. И, действительно, токсан – это значимая опция для лечения больных метастатическим раком молочной железы. Удобная вот эта формула, нанодисперсный поклитоксил, она способствует тому, что пациенты преодолевают резистентность к токсанам. И еще, вот с моей точки зрения, еще один интересный препарат, я его для себя по новой открыла, и у него есть свои особые особенности, даже масло масляное, но, тем не менее, есть свой уникальный механизм. И я тоже хотела бы остановиться на этом препарате, поскольку эксавибилон – это препарат неправильный, забытый. Я не знаю, почему это произошло, но вот постараюсь все-таки… Вот мы даже специально подготовили обзор на основании собственного опыта, данных литературы, и четко показали, что новый синтетический аналог эпателона-Б продемонстрировал многообещающий клинический результат при метастатическом раке молочной железы, в том числе у интенсивно предлеченном варианте пациентов и, самое главное, трижды негативном по типе. Последние исследования также показали эффективность эксавибилонной внеадювантной терапии и была подчеркнута роль этого препарата в лечении спервые выявлено раком молочной железы. Да, вот, соответственно, вы видите, что слева в культуре контрольных клеток нормальные микротрубочки в интерфазе, а, соответственно, уже справа – это клетки, обработанные эпателоном-Б. Вот основные механизмы, я уже говорила, у нас это гиперэкспрессия белка бета-тубулина третьего класса, потому что эксавибилон тоже воздействует на микротрубочки, и, соответственно, гиперэкспрессия пеглигопритеина, которая упорно выплевывает из себя поступающие препараты, защищая жизнедеятельность клетки. И вот в отличие от токсанов, эксавибилон менее чувствительный к механизму развития резистентности, что было показано при клинических исследованиях. И самое важное, что эксавибилон является обедненным субстратом для пегликопротеина и тем самым преодолевает резистентность. Клиническая эффективность, что для меня самое важное, я всегда обращаю на неодевант и на одевант. Неодевант всегда легче достигнуть полного патоморфологического ответа, потому что полный патоморфологический ответ является суррогатным маркером увеличения общей безрецидивной выживаемости. 18% для химиотерапии достаточно высокие цифры. Но вот то, что меня действительно удивило, и хочу сказать, что сейчас уже отходят многие фармацевтические компании от проведения исследований в одеванте, поскольку достижение, вот эта разница 5%, нужно набрать колоссальные группы больных в оба рукава. Тем не менее, здесь в исследовании принимали 614 больных трижды негативным раком молочной железы после хирургического лечения. Они были рандомизированы на две группы. Пациенты, одна группа, один рукав получал 4 АЦ в стандартных дозах и 4 курса экзопепилона в дозе 40 мг на метр квадратный каждые 3 недели. Другая же группа получала 4 АЦ и 12 дальнейшим стандартных еженедельных ведений поклитоксела в дозе 80 мг на метр квадратный. Что выяснилось? Что равная пятилетняя безрецидивная выживаемость, то есть сопоставимая эффективность экзопепилона по сравнению с поклитокселом. И самое главное, что опять-таки общая выживаемость... Я тут ошиблась, на самом деле, именно сейчас, секундочку. Общая выживаемость, overall survival. Так вот, здесь было чётко показано, что сопоставимые для этих режимов, что применяем мы экзопепилон, что поклитоксел в комбинации с антрациклинами, у них сопоставимые показатели как пятилетней безрецидивной, так и общей выживаемости. И самое главное, что, к сожалению, то есть, да, что, в принципе, если мы, на что мы всегда обращаем, и чего мы боимся при назначении препаратов токсанового ряда, это фибрильная нитропиния, здесь мы глобальных различий не обнаружили. Но единственное, что какое различие, чаще пациенты отказывались, как ни странно, от назначения именно поклитоксела, так как чаще развивалась периферическая полинейропатия. И ещё вот самое, что интересное, что посмотрите, какая большая доказательная база. 2000 пациентов были включены в исследование в 160 центрах, и среднее число полученных курсов химиотерапии составило 37 циклов. То есть, это 2 года. Если это 18 циклов в год, значит, 2 года пациенты получали. То есть, мы назначаем лечение до непереносимой токсичности или прогрессирования. Так посмотрите, как эффективно препарат контролировал больных раком молочной железы. Причём большинство этих пациентов были интенсивно предлечены, большинство из них были резистентны к проводимой радиотерапии антрациклинами и токсанами. Что же мы получили? Что добавление, например, к иксобипилону капицитабина увеличивало практически в 2 раза достижение объективного ответа. И самое главное, этот препарат в комбинации добавления к иксобипилону капицитабину приводило, соответственно, к увеличению медианы выживаемости без прогрессирования, достоверному увеличению. И да, мы видели токсичность. Но данная токсичность в основном проявлялась нейтропенией, но нейтропенией не выражалась, частой фибрильной нейтропенией. Да, различия были, когда мы добавляли капицитабину иксобипилон, но не настолько разительные. Еще какие наиболее характерные, наверное, это все-таки, прежде всего, так как препарат воздействует на микротрубочки, это периферическое поле нейропатия. И вот еще, что очень важно, что мы всегда обращаем внимание, та таргетная популяция, кому мы можем оптимально назначить данный режим. И вот эти два препарата, о которых я сегодня говорю, эти два препарата при пациентах, которые дают ранний рецидив после адюванта, у этих пациентов мы достигали достижение чаще при добавлении иксобипилона к капицитабину, если мы назначали для этих пациентов, практически в два раза увеличилась выживаемость без прогрессирования, частота ответа и общая выживаемость. Достоверно достигались результаты, различия были достоверны. И трижды негативный рак молочной железы, опять-таки, медиана выживаемости без прогрессирования при добавлении к капицитабину иксобипилона была достоверно выше для больных трижды негативным. Еще, что очень важно, всегда мы смотрим для пациентов старшего возрастной группы, вот как капицитабин является предпочтительной опцией, так и, в принципе, такой же опцией предпочтительной является, если есть возможность. Несмотря на то, что это пациенты старшего возрастной группы, то к капицитабину мы добавляем иксобипилон, и видим хороший контроль над болезнью, выражающийся достижением частоты достоверного изменения выживаемости без прогрессирования. И еще, опять-таки, пациенты ослабленные статусом Корновского 70-80. И опять-таки, что пожилые пациенты, что ослабленные пациенты, мы даже у этих пациентов при добавлении к капицитабину иксобипилона видим достоверное увеличение общей выживаемости. Поэтому и самое важное, что при снижении дозы, если мы видели токсичность, это никак не отражалось на результатах лечения. Более того, те пациенты, у которых мы как можно раньше снижали дозу, у них, как правило, выживаемость без прогрессирования была выше. В коррекции дозы препарата иксобипилона в зависимости от токсичности она стандартна, предусматривает 20% на ее снижение и, самое главное, не приводит к результатам и не ухудшает результаты. И еще одна очень важная опция – это возможность назначения иксобипилона в комбинации с карбоплотином, где, соответственно, иксобипилон назначается в дозе 20 мг на метр квадрат на первые и восьмые дни, низкий процент нейропатии за счет разделения дозы на два введения, и самое важное, что все пациенты предварительно получали терапию токсанами. Если говорить о показаниях применения, то это прежде всего местно распространенный или метастатический рак молочной железы при неэффективности предшествующей терапии. Он может назначаться как в монорежиме, так и в комбинации с капицитабином. И вот те, соответственно, таргетная популяция – это пациенты как рефрактерным раком молочной железы, так и ранним рецидивом после адювантной терапии. Это тот же самый, самый неблагоприятный, наиболее проблематичный, трижды негативный биологический потип. Пациенты старшей возрастной группы – ослабленные пациенты. Важно, что снижение дозы не влияет на эффективность препарата, и мы можем назначать как в монорежиме, так и в комбинации. Поэтому на настоящий момент мы имеем несколько опций, в том числе для трижды негативного рака молочной железы. Это ирибулин – препарат, увеличивающий достоверно общую выживаемость по сравнению с любой другой терапией. Это и препараты, влияющие на трубочки, на ингибиторы трубочек. Это иксовепилон и на поклитоксел. То есть на самом деле, если мы будем планировать наше лечение с учетом особенностей пациента, то мы можем долго и эффективно контролировать его болезнь. Благодарю за внимание. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Пожалуйста, задавайте вопросы. Можно только дадам мне один вопрос? Но на фармацевтическом рынке мы практически не видим новых цитостатиков. Я вот хотела про на поклитоксил спросить. Какова его судьба на сегодня? Потому что я в НССН не увидела перераки молочной железы на поклитоксил. А как у нас в России с ним? Я думаю, это препарат, который занимает значимые опции. Он существует в рекомендациях русских рекомендациях. Он присутствует и присутствует в наших рекомендациях отечественных ромб. Он доступен? Я считаю, что для всех препаратов, для онкологических больных, должны быть доступны. Спасибо. Продолжение следует...